Дальше берем ветки, вот по три мы их соединили, и их нужно соединить в одну, вот таким вот образом. И еще один зеленый листик. Пропускаем здесь сантиметр, где-то полтора, и также скручиваем проволоки. Вот таким вот образом. Так нужно скрутить все веточки получившиеся. Теперь мне понадобится вот такая проволока 2 мм, 2,5 мм. Это будет основа. И к этой основе мы будем все остальные ветки прикручивать. Дальше что мы делаем? При помощи пластыря. Мы вверху обкручиваем веточку. Таким образом присоединяем к ней вторую, только ниже. Вот мы несколько раз ее обкрутим вниз. Так вот. Берем вторую и присоединяем ниже. Еще одну берем, третью. Ее присоединяем еще ниже. Таким образом мы скручиваем все веточки по 3,5. А одну мы будем прикручивать сейчас к основной проволоке. Вот таким вот образом, не полностью. Обкрутив примерно 2-3 см и оставим. Потом мы будем остальные присоединять к этой основной ветке. Дальше ветки, которые вы сделали, нужно присоединить к основной в произвольном порядке, как вам больше понравится. Можно на уровне, а можно одну внизу, одну вверху. И таким образом присоединяем ветки, сколько у вас получилось. При помощи ленты прикручиваем. Для того, чтобы установить дерево и обработать его ствол, нам нужно гипс, или еще его называют алебаста, развести клеем ПВА. И так же нужно добавить немного воды. В рандомерной пропорции мы добавляем и клей, и воду. И размешиваем, чтобы консистенция была густой сметаны. Продолжаем немного добавлять клей и воду. Вот такая вот должна быть консистенция. Очень хорошая для того, чтобы посадить дерево и обработать ствол. Наполняли им вот горшок получившейся смесью и усаживаем туда посередине вот дерево. Теперь нужно подождать, чтобы смесь немного подсохла, чтобы дерево само держалось. Когда здесь застыл гипс, ствол и ветки дерева нужно обработать вот клеем ПВА, чтобы потом хорошо ложился гипс сверху ствола и веток. Перед этим я обмотала пищевой пленкой вот бисер, чтобы потом при покраске не испачкать его. Этим клеем мы промазываем все. И потом нужно подождать, чтобы он подсох. Перед тем, как наносить на ствол гипс, я обернула бисер, вот эти веточки, пищевой пленкой. И теперь мы наносим гипс на ствол. Если у вас ствол получился очень тонким, и чтобы ему придать форму, нужно нанести гипс в три слоя. То есть наносим один шар гипса, ждем пока высохнет второй и третий. И так мы наносим гипс на ствол и на маленькие веточки. Продолжаем наносить на все веточки гипс. После того, когда дерево высохло, мы его красим в коричневый цвет, гуашевым краском. Аккуратно, чтобы меньше испачкать клеенку. Таким образом мы окрашиваем ветки и ствол дерева полностью, все не пропуская, чтобы не было незакрашенных мест. Продолжаем окрашивание. Внизу, возле дерева, красим зеленой гуашью. Тоже окрашиваем весь низ возле дерева аккуратно. В конце, когда краска высохнет вся, нужно снять пищевую пленку и расправить бисерные веточки. В итоге у меня получилось вот такое вот дерево сакура. Спасибо всем за внимание. Смотрите мое видео и подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok